Уважаемые друзья, об общероссийском народном фронте имени Путина говорится уже достаточно много. О том, как в него попадают люди, ни сном, ни духом, ни ведущие об этом. О том, как загоняют на этот фронт под угрозой увольнения и так далее. Эта волна докатилась и до Магадана. 7 июля состояло заседание Президиума Совета ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и труда Магаданской области, на котором большинством голосов было принято решение о вступлении Совета в Народный фронт. Против голосовали представители Комитета ветеранов труда, самого многочисленного комитета, объединяющего свыше 10 тысяч человек. Остальные комитеты в общей сумме не набирают и тысячи ветеранов. Так, в Комитет ветеранов войны входит 45 человек, в Комитет ветеранов Афганистана около 150, а остальные чуть побольше. Таким образом, Президиум Совета бесцеремонно проигнорировал мнение большинства и общим чехом записал Народный фронт всех ветеранов Магаданской области. Совет ветеранов объединяет людей с самых различных политических взглядов. Это и представители Единой России, и коммунисты, и ЛДПР, и беспартийные, и другие. Он был создан для оказания помощи ветеранам, решения различных их проблем, общения друг с другом. Никогда не ставился вопрос о разделении его на партийные фракции и организации политической борьбы между ними внутри Совета. Но наши единороссы, наплевав на предупреждение Путина о том, что нельзя насильно загонять людей в Народный фронт, приняли решение 18 голосами о том, чтобы все ветераны, включая коммунистов, представителей других партий и их сторонников, вошли в состав фронта. Получилась дикая ситуация. Не менее половины ветеранов не поддерживают Единую Россию. Однако, согласно решению Президиума Совета, должны участвовать в формировании партийного списка Единой России на выборах депутатов Государственной Думы в декабре 2011 года. Ничего странного не видит в этом ни губернатор Дудов, под руководством которого работает Совет ветеранов, ни мэр города Магадана, руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Магаданской области Печеный, ни руководитель регионального отделения Единой России Широков. Но противнее всего смотрится чинопочитание и подхалимаж председателя Совета ветеранов Ефремова и членов Президиума и то, что они совершили 7 июля. Во-первых, они нарушили все нравственные принципы работы с ветеранами. Справедливость, порядочность, уважение к другим ветеранам, учет иного мнения и так далее. Во-вторых, показали свою угодливость и зависимость от администрации области и политическую неразборчивость. В-третьих, просто подставили Путина, Единую Россию и магаданских чиновников от партии Единая Россия. А самое главное, полностью потеряли свой авторитет среди ветеранов Магаданской области. Уважаемые друзья, политическая борьба нарастает с каждым днем. Прошедший пленум ЦК КПРФ определил стратегию предвыборной гонки. Определен новый Курск КПРФ 3 плюс 7 плюс 5. Наша первая задача на оригинальном уровне довести его до каждого думающего человека. Во-вторых, рассказать людям правду о Народном фронте, чтобы не повторялись случаи, подобные вступлению во фронт Магаданского совета ветеранов. Предпосылки для нашей победы есть. Они видны в экономике, в политике властей, в изменении настроений людей. Дорогие товарищи, хватит сидеть по квартирам и заниматься критикой существующей власти в интернете. Нам нужны боевые штыки на пикетах, митингах, при проведении народного референдума, при распространении агитационной литературы и проведении бесед с населением непосредственно на улицах. Пенсионеры в интернет практически не заглядывают. Зато на улице от них слышишь такие заявления и вопросы, что иногда даже сразу не сообразишь, что и как ответить. Нужна разъяснительная работа с человеком с глазу на глаз. И я предлагаю всем пользователям интернета найти ближайший райком, горком или обком КПРФ и совместно с ними начать работу по устранению антинародной власти. КПРФ выходит на выборы с программой возрождения Великой России. Мы не хотим быть в своей стране рабами наших чиновников и олигархов. Мы выполним нашу программу, как только придем к власти. Мы верим в вашу мудрость и силу. В этом залог нашей победы. КОНЕЦ